Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Добрый день, дорогие слушатели подкаста в Дюссельдорф по-русски. Здравствуйте и будьте здоровы. Ну там прям с самого начала-то прям попрощалась. А что здоровы? Все, мы победили уже, по-моему, коронавирус. Уже цифры упали. Ну, упали цифры. Я смотрел сегодня. Упали? Сегодня аж на пять тысяч они упали. Вот, они все упали. Поэтому у нас сейчас в нашей виртуальной студии Александра. Вы ее уже голос узнали многие. Потому что, кстати, буквально вчера вышла новая серия подкаста «Девочка за рулем». И готовится еще новый подкаст. И, Саша, скажи, кого ты нам хочешь представить в нашей студии? Во-первых, всем здравствуйте. Наконец-то у нас начались хоть чуть-чуть солнечные денечки, что не может не радовать. А представить я бы хотела всем своего суженого, ряженого, как говорится, моего дорогого супруга Павла. Поскольку я в сердце автомобилист, мой муж больше представляет немного другую касту людей. И я дам ему сейчас слово, чтобы он рассказал, собственно, что же он будет делать. Давай, Паш, жги. Всем привет. Вот это я, собственно, суженый, ряженый и особо заряженный. Я представляю категорию мотоциклов. Ух ты. У вас гремучая смесь получается. А, то есть у вас такая конкуренция в семье? Ну, есть такое. Есть такое слегка. Ну да, я предпочитаю безопасность коробочки, а муж предпочитает все-таки неограниченную скорость мотоцикла. Муж просто предпочитает низко летать. Ну да, он предпочитает быть пилотом. Марин, к тебе вопрос. Ты когда-нибудь ездила на мотоцикле? Я никогда не ездила на мотоцикле. Все время смотрю, первое, наверное, с восхищением смелости быстро пролетающих мимо мотоциклов. И всегда, проходя мимо, где стоят какие-то мотоциклы красивые, бывают очень... Просишь дядю сфотографироваться. Ну, не то, что сфотографироваться, а стою восхищаюсь и думаю, боже мой, как же вот так вот незащищенно, в общем-то, можно летать, но аппараты меня всегда так очень заинтересовывают, красивые. Я один раз в своей жизни катался, у меня друг прокатил на спортивном мотоцикле, то есть сидел за спиной, ну, за ним. И после этого я увидел всю свою жизнь перед этим, потом я увидел все свое будущее за эти три минуты. Потом в какой-то момент я просто остановился в космическом вакууме, перестал дышать, потом опять начал дышать и понял, что нет, положи, как ты, буду красиво наблюдать. Что нам можно ожидать от твоих рассказов? Скажи, пожалуйста, Паш, ты будешь нас убеждать, чтобы мы попробовали, или будешь все-таки рассказывать, чтобы никто не пробовал ездить на мотоцикле? Ну, вы знаете, это опять все-таки относительный вопрос, потому что, с одной стороны, да, почему бы и не попробовать? С другой стороны, попробовать мочом, как и для чего? Я когда-то давным-давно начал кататься. Это еще было в 2008-2009 году в России, когда я в первый раз, сейчас извиняюсь за откровенность, я купил права на категорию А. Но это останется только между нами и между нашими 15 тысячами слушателей. Естественно, конечно. Мы никому не скажем. Да, естественно. У меня так сложилось, что друг моего деда был инструктором по вождению. И заплатив 100 долларов, я взял ровно один урок, меня покатали вокруг дома, меня все показали, потом, ну, где-то неделю спустя он приехал с инструктором, я то же самое повторил, мне инструктор выдал прекрасные права российские, и после этого я начал ездить. Причем там. Вот. Что бы я посоветовал? Ну, всех, кого интересует, прокатиться, а почему бы и нет? Потому что это все-таки достаточно, скажем так, это достаточно широкая аудитория транспорта и достаточно много транспорта разнообразного, на котором можно попробовать ездить. Конечно, никому, кто с этим никогда не встречался, не советую найти себе какого-нибудь бешеного гонщика и сесть сзади на 1-литровый спортбайк, потому что, мне кажется, после этого отпадет любое желание прокатиться на двухколесном транспорте когда-либо. То есть зря я за тебя вышла замуж, да, человек с 1-литровым спортбайком? Паша, скажи, у тебя опыт какой вот в мотоциклах, ты на каких? Потому что для меня вот мотоциклы тоже делятся, да, такой как бы средний класс это для всех, потом эти Харлеи, которые там ты выезжаешь просто, чтобы на тебя посмотрели, там со скоростью 50 км в час, и как ты говоришь, спортивные, это когда ты просто от точки А в точку Б, там за 12 минут должен пролететь полторы тысячи километров. Ну, это не совсем так, но очень похоже. Значит, существует несколько категорий разнообразного транспорта. Есть, конечно же, кузерский транспорт. Это, в принципе, самые удобные, как BMW, GS. Это один из самых любимых, ну, один из самых любимых классов немцев в возрасте от 50 и до чуть ли не 80. Существует, конечно, да, Харли и Дэвидсон. Это всегда особенный отдельный разговор. Существует, что еще существует? Существуют мотоциклы без обтекателя или с минимальным. Это транспорт для того, чтобы покататься за городом, они не особо быстрые. В принципе, транспорт для выходного дня. И, естественно, спортбайки. Какой широкий спектр, что я думаю, что подкасты твои будут интересно слушать. А у меня уже в голове тысячи вопросов, начиная от того, как бы дождь ехать, как зимой ездить, если там летняя-зимняя резина. И вообще это, ну... Будем продолжать встречи. В общем, нам повезло, можно сказать. Я это все буду вкратце рассказывать, потому что... Ну, сразу могу рассказать, что в дождь ездить, это, конечно, не камейфо, потому что это все-таки достаточно опасно. Ну, собственно, как и зимой, прости, что перебиваю. Зимой, да. Я тоже категорически стараюсь не ездить, только от температуры свыше 10 градусов, потому что шины, ну, не набирают нужной температуры, и происходит скольжение. За счет этого... Александр, можно я к тебе задам вопрос? Конечно, конечно. Смотри, как женщина к женщине, вот твой супруг едет на мотоцикле, уезжает, да, какая-то погода не очень, или там вдруг туча и какие-то осадки. Ты будешь его останавливать или дашь ему свободу? И вообще, как вот вы уживаетесь, ездишь ли ты сама на мотоцикле, параллельно рядом с ним, или все-таки за спиной? То есть вопрос короткий. Часто вы ругаетесь на тему мотоцикла? На тему мотоциклов мы вообще никогда не ругались. А ключи просто у Саши, она не дает их. Нет. Я верю в своего мужа, это во-первых. То есть я знаю, что у него голова на месте, он, конечно, любит погонять, но когда обстоятельства позволяют, то есть это когда хорошая погода, солнце, да, нет дождя, нет снега, ничего. И, собственно, он сам не поедет ни в снег, ни в лед, никуда. Да, бывает, он может попасть в дождь, но даже при этом он не будет совершать каких-то глупых поступков. Единственное, мы с ним боролись, когда он выбирал себе новый мотоцикл, я сказала, что не больше там определенного количества лошадиных сил. У него мечта есть о том, чтобы я сделала себе мотоциклетные права, но пока я на это не готова, я понимаю, что это все-таки немножко не мое. Как называют в России пассажиров, их называют нажопник. Тот, который сидит, соответственно, на жопе. Да, и иногда летом я с большим удовольствием с Пашей катаюсь на мотоцикле сзади. Мне это нравится. Он мне сразу объяснил правила для нажопников, как надо себя вести, что надо делать. То есть громко не кричать, парашют не открывать. А ты и не услышишь, если кто-то сзади будет громко кричать. Нет, там есть несколько таких моментов, что при поворотах надо наклоняться вместе, не наклоняться в другую сторону. Ну, то есть есть несколько таких правил. Я думаю, Паша это в будущем, конечно же, расскажет. С большим удовольствием. Паша всегда свободен кататься, когда он посчитает нужным. Потому что, опять же, я верю в него и верю ему. Здорово. Паш, ты мне говорил до эфира, что ты иногда еще делаешь такие мототуры, да? Ты выезжаешь на мотоцикле далеко. Да, мы ездили группами, мы собирались с ребятами. Самое максимальное количество участников это было 25 человек. И катаемся по природе. Скажи, а возможно ли теоретически и практически, если ты когда-нибудь поедешь в такой тур, для наших слушателей сделаешь такой аудиодневник путешествия на мотоцикле? Да, с большим удовольствием. Я это могу с большим удовольствием сделать. Или когда мы поедем в группы, или если я поеду на так называемый дальняк, когда-нибудь сам. Возможно, завтра. Да, вот я хотела сказать, Паша завтра собирается... На дальняк. Да, на дальняк, так скажем. Так называемое. Долгое путешествие. У меня самое долгое путешествие на мотоцикле, это было, я сейчас скажу и не дам соврать, это было чуть ли не до побережья Голландии, и потом вниз по Бельгии, это где-то было 1300 километров. Для тебя поездка на мотоцикле – это все-таки средство передвижения или хобби? Ну, как бы тебе сказать. Это я смешиваю, потому что, с одной стороны, попадать на работу на двухколесном транспорте достаточно быстро, удобно, и всегда есть где припарковаться. Это достаточно, ну, скажем, удобная такая вещь. Но если просто съездить куда-то покататься, конечно, это хобби. Конечно, это мне приносит какое-то удовольствие и в какой-то момент даже просто разгружает голову, психику и так далее. Понятно. И еще вопрос. Получается, специальную экипировку, да, вот смотришь... Естественно. Нужно или не нужно? Велосипедисты бывают такие экипированные в шлемах, мотоциклисты тоже бывают. Мало закомплектованные, кто-то совсем, ну, прям такое модно. Как у вас проходит? Как у тебя? Ты знаешь, я, ну, скажем так, сейчас признаюсь честно, все, кто этим занимаются, некоторые поддержат, некоторые скажут, да как он может. Если я еду чисто по городу, чаще всего я только в джинсах. Если я еду в путешествие, это, естественно, полный экип, то есть бронированные джинсы с прокладками против удара. Это всегда, естественно, мото-куртка, перчатки, это всегда мото-обувь и это всегда шлем. Это, ну, в моем понимании, это то, что может спасти, когда уже умение кончилось. Ну, собственно, тебя это и спасло. Да, да. У меня в позапрошлом году, если я не ошибаюсь, да, в конце позапрошлого года была, скажем, достаточно серьезная ДТП. Меня сбили. И проскользив, я был очень благодарен за то, что я как раз решил поехать в экипировке. На самом деле, помимо парочки синяков, у меня ничего просто не было. Ну и легкого сотрясения. Ну да, легкое сотрясение, да. То есть тогда мы можем еще раз официально заявить, что все, кто хочет заниматься мотоциклами, обязательно должны иметь защиту. И ты как пас живой тому пример, который на себе ощутил, что действительно это не маркетинг, это не рекламный пункт. Нет, конечно. А действительно эта специальная экипировка спасает жизни. А я, пожалуйста, спрошу, Александр, а как ты потом ее чистишь? Человек едет, идет дождь, грязь в лицо. Что с ним потом этим экипировочным... Чтобы вот все эти капли грязи скатывались с нее. Ну понятно. То есть а по времени сколько? Вот человек поездил, покатался, такое удовольствие получили, приехали. Где-то месяц. Нет, где-то месяц спокойно держится вот эта вот промазка на куртке. Ну круто. Паш, а ты меня еще такой вопрос, как от, хотел сказать, велосипедиста. Даже летом бывают дожди. На шлеме, конечно же, нету дворников. Естественно, нет. Как вы с этим боретесь? Специально натираете жидкостью, чтобы капли уходили или как? Знаешь, я все это пробовал, конечно, с жидкостями и так далее. Но у меня, как бы сказать, у меня зеркальный визор. То есть я специально решил ездить достаточно анонимно, чтобы лицо у меня никто не видел. И его обрабатывать такими средствами нельзя. И что я делаю, когда попадаю в дождь? Ну, как бы первым делом молюсь, что доеду домой, а вторым делом еду примерно со скоростью, скажем, 50-60 км в час, чтобы все капли быстро соскальзывали. То есть все равно это как бы сильно мешает, да? Я вот на мотоцикле ездила, но ездила на гидроцикле в очках. И когда в волна попадаешь, ничего не видишь. Ну, ты и так гидроцикл уже в воде находится, а мы тут говорим про дороги. Ну, ощущение примерно такое же, на самом деле. И такой еще общий вопрос. Как ты оцениваешь немецкие автобаны для мотоциклистов? Ой, это всегда очень спорный вопрос, потому что, скажем так, большая, ну, громаднейшая категория любителей двухколесного транспорта стараются не ездить по автобанам, потому что они считают все-таки по загородным дорогам, прекрасным ландштрассом можно ездить, все прекрасно, хорошая погода, повороты и так далее. Если я еду там на свое второе рабочее место в Керене, я всегда беру автобаны. По идее, есть очень хорошие и красивые участки, где можно, в принципе, ну, как бы сказать, дать продышаться транспорту. Дать, да. Да. И я всегда с большим удовольствием пользуюсь этим. Понятно. И, в принципе, в сезон, ну, я с этим моментом встречался, все водители тоже достаточно адекватно к этому относятся. То есть, если я вставил в левый ряд, то все уходят вправо. Понятно. И еще, наверное, один из последних вопросов на сегодня. По материальным расходам, если сравнивать с машиной и велосипедом. Да, и самокат, и мотоцикл. И мотоцикл. Что дешевле обходится в блок? Ну, естественно, самокат. Потому что мотоцикл... Нет, ну, даже если сравнить с машиной, мототранспорт, ну, как бы сказать правильно. Многие, с кем я знакомился, кто делал как раз права, и я их пересдавал в Германии, они это делали для того, чтобы сэкономить какие-то деньги. Но, как я понял, это ни хрена не получается. Потому что колеса стачиваются достаточно быстро. То есть, смотря какие дистанции на двухколесном транспорте отматывать, смотря столько, и это все будет стоить. То есть, если человек сам не может обслуживать этот транспорт, это, в принципе, достаточно дорогое удовольствие для повседневных поездок. Понятно. То есть, все-таки самокат. И все-таки да. И по сравнению с велосипедами, если вот автолюбитель, ну, автомобилист едет по дороге, отношение к мотоциклистам лучше или хуже, чем, допустим, сравнить с велосипедистами? Ну, велосипедисты, это, мне кажется, та каста людей, которых... Которая бесит всех. И автомобилистов, и мотоциклистов. И автомобилистов, и мотоциклистов, и водителей дальнобойщиков. То есть, всех как-то, ну, не знаю, по идее, не любят. Надо сказать, ну, как бы правильно выразиться, надо сказать адекватно, что, по идее, многие понимают то, что транспорт там достаточно опасный. И, конечно, все ненавидят эти моменты, когда пробка, где все стоят, и я постараюсь всегда пронырнуть мимо до конца пробки. Конечно, все, ну, как бы правильно сказать, все руководствуются тем, что мы стоим, и ты стои. Бывали такие моменты, что орали, кричали, ругались. Открывали дверь, чтобы не проехал. Да. Просто самое интересное, что многие из них не понимают то, что в 30 градусов, ну, в 30-ти градусного жару в полном кожаном экипе на горящем мотоцикле, у которого, извиняюсь, температура мотора где-то 105-106 градусов, не совсем камильфо стоять в такой жаре. Ну, да, ты же и летом должен ехать в этом экипировке в костюме. Там, наверное, куча. Ну, вот я играю еще и в экипе. У мотоцикла уже нет такой вентиляции, как у машины, да, кондиционер? Там очень простая вентиляция. Чем быстрее едешь, тем больше вентиляции. Тем холоднее. Да. В общем, очень замачивая рассказка. Мы не будем сейчас остальные вопросы задавать. Мы это оставим для следующих подкастов. Дорогие слушатели, сейчас скоро появится новый подкаст от Александра про киноиндустрию. А от Паши мы будем ждать интересные, потому что мне уже самому интересно, да, о жизни мотоциклиста на дороге Германии. Да, а тебе, Александр, хотел сказать огромное спасибо за твои рассказы и твой взгляд женский на автомобильную технику, да, и вообще вот на происходящее. Очень живо интересно, и считаю, что это нужно тоже будет в отдельном подкасте обсудить, потому что нам пишут вопросы даже, поэтому договоримся в скетче. С большим удовольствием. И, кстати, Паша обязательно это еще расскажет, но с одним из первых мотоциклов. У меня он лично, я его разбирала и собирала за 15 минут. Ну, вот я не... Да, я помню этот момент. Ни внутри, ни технику, хотя с техникой тоже. Я имею в виду вот обвес всего мотоцикла, чтобы куда-то добраться. Я помогала Паше и разбирала, и собирала его за 15 минут. Я думаю, когда эпидемия полностью закончится, мы приедем к вам в гости и запишем видеоблог. Да. Как разобрать мотоцикл. Да. Очень рады, в общем, приветствовать вас. Желаем вам ни гвоздя, ни жезла, как говорилось раньше. Спасибо большое. Ждем аудиодневник. И всем нашим слушателям хорошего дня, хороших выходных. Хорошей дороги легкой. Добирайтесь до своих целей и не останавливайтесь на достигнутом. Ну, только на красный свет хотя бы останавливаться. Ну, конечно, обязательно. Вам большое спасибо и до новых встреч. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. Пока-пока. Пока-пока.